Известно около 35 тысяч видов водорослей. Среди них одноклеточные, колониальные, многоклеточные. Большинство водорослей свободно живущие. Среди красных водорослей встречаются паразитические, обитающие в кишечнике червей нематод. Встречаются водоросли, вступающие во взаимновыгодное сожительство с грибами и животными. А есть такие водоросли, которые могут растворять раковины моллюсков и известняк. Это сверлящие водоросли. Водоросли классифицируют и по цвету, выделяя зеленые, бурые, красные. Встречаются также так называемые сине-зеленые водоросли. Это одноклеточные организмы, способные к фотосинтезу. Но их клетки не имеют оформленного ядра. И по этому признаку сине-зеленых относят к царству бактерий и называют цианобактериями. Зеленые водоросли самые поверхностные. Они обитают на глубине до 20-30 метров. К ним относятся одноклеточная хламидомонада, нитчатая спирогира и более сложно устроенная многоклеточная ульва. Бурые водоросли могут улавливать свет, проникающий на большую глубину. Среди них отмечены самые крупные формы. Так, бурая водоросль макроцистис является великаном среди водорослей. Его длина достигает 60 метров, а вес 150 килограммов. У основания длинных пластин его слоевища расположены наполненные воздухом плавательные пузыри, придающие им большую плавучесть. Качаясь на волнах на протяжении десятков метров, макроцистис напоминает огромную темную змею. Красные водоросли самые глубоководные. Их красный пигмент позволяет улавливать солнечные лучи на глубине до 200 метров.